Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Когда у неверующих родственников проблема, я им нужна. А когда проблем нет, то и дел им до меня нет. Вы знаете, очень многие люди именно так относятся к Господу. Когда есть беда, человек бежит в храм, кается, готов менять свою жизнь, дает всякие обещания. Беда прошла, кто-то выздоровел, угроза миновала. Месяц, два, три, год, два, три – нет человека в храме, не откроет ни молитвослова, ни священного Писания, не помолится и забыл о том, что он христианин. Даже есть такая грустная шутка о том, как два пожилых человека друг с другом разговаривают. Один другого спрашивает, как твои дети к тебе относятся? Он говорит, как к Богу. Да, говорит, а как это? Ну, когда у них беда, они обо мне вспоминают. А когда нет, даже не навестят. Ну, это действительно так, но ведь Господь-то, Он всегда все равно нам помогает. Он все равно готов слушать наши молитвы и выходить на этот разговор каждый раз, когда мы делаем это искренне. И, наверное, ему совсем не хочется выпускать скорби в нашу жизнь, просто иначе иногда до нас не достучишься. Поэтому, беря пример с Господа, и мы должны также точно поступать. Появились родственники, скажите им несколько слов о Боге, дайте им что-то почитать, пусть у них хотя бы Евангелие дома лежит. Скажите, я помолюсь, или давайте вместе помолимся. И, глядишь, они изменятся. Знаете, совместная молитва иногда действительно переворачивает душу человека. Вот могу привести такой пример. Очень часто в храм приходят люди с просьбой осветить крест, который они носят. Батюшка вот. Иногда батюшка берет крест, уходит в алтарь, читает молитву, крапит его святой водой, выносит и отдает. И довольно человек уходит. А с какого-то времени я начал делать по-другому. Я ставлю человека рядом с собой, открываю этот замечательный чин с этими глубочайшими молитвами и медленно читаю в его присутствии. И вот эта совместная молитва, когда вдруг человек начинает понимать, что он сейчас на себя наденет, знаменем чего это является, если еще два-три слова ему сказать о том, что такое крестное знамение, что оно собой является, то человек совершенно другим уходит из храма. Поэтому, если к вам обращаются за просьбой, вы скажите, давай помолимся. Конечно, я с радостью тебе помогу, но надо призвать Божью помощь. И человек увидит, вот это будет настоящая проповедь о Боге. И может быть, потом он к вам придет и просто поблагодарить. Сказать, а давай теперь поблагодарим Бога за то, что все получилось с его помощью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.